Всем привет! Вы находитесь на канале Собервижн. Давно не было видео про ароматных муравьев. И это не просто так. У них не все так гладко, как хотелось бы. Формикарий из гипса и дерева уже давно простаивает без этих муравьев. И продвижек пока нет. Если вы помните, то я купил этих муравьев вот в таком виде. А именно в пробирке была матка и один рабочий. В матке в то время было отложено одно яйцо. В этот же день, когда я их привез, они были накормлены сиропом. Сироп я приготовил в пропорции 1 к 3. Одна часть сахара к 3 частям воды. Этот рецепт я посмотрел в гугле, так как на тот момент у меня были только жнецы, для которых я не готовил и не готовлю сироп. Сироп для ароматных я налил в импровизированную тарелку и поставил ее в пробирку. Первый мой напиток попробовал рабочий, и, судя по всему, он ему очень понравился. Да и матка, которая сидела возле другой стороны пробирки, вскоре подошла к столу и, аккуратно положив яйцо, выдула весь сироп. Так как ватка в старой пробирке была покрыта плесенью и вообще выглядела небодро, я решил пересадить пушистиков в новую пробирку. Подготовив ее, я соединил их с помощью кусочка шланга. Первой, исследовать новый дом, отправилась матка. Через некоторое время за ней пошел и рабочий. Однако яйцо они оставили в старой пробирке, но за ним вскоре сходила королева. На следующий день меня ждал неприятный сюрприз. К сожалению, единственный рабочий ушел дорогой цветов. Проконсультировавшись в компании Unplanet, мы пришли к выводу, что в этом виноват сироп. Он получался сильно концентрированный и нужно было готовить его в пропорции не 1 к 3, а 1 к 5 или даже к 6. Теперь только так ей готовились урок для этих муравьев. Вообще, даже в компании Unplanet не подобрали ключ к этим муравьям. И та колония, которая живет у них в магазине, также постоянно испытывает различные проблемы. То матка перестанет нестись, то белок не едят, то какие-то другие проблемы. Ну а у меня... Матка около двух месяцев находила шкафу. Там ей было спокойно и тихо. Температура была около 27 градусов. Она получала сироп раз в неделю. За это время она откладывала несколько раз яйца. Один раз даже сразу 4 яйца отложила. Однако до стадии личинок они так и не доживали. После поста в группе ВКонтакте с призывом о помощи мне подсказали, что температура для содержания ароматных муравьев желательно в районе 21-25 градусов. Эти условия были мною выполнены. Кроме того, по советам успешных содержателей пушистиков, я перевел матку на трехразовое питание в сутки. Два раза я давал ей сироп и один раз небольшого туркменского таркана. К счастью, туркменов она очень любит. Но и это не помогло. Через пару дней такого кормления она перестала активно есть и выпивала сироп только раз в 2-3 дня. Яйца периодически откладывала, но толку не было. Они также со временем куда-то испарялись. В общем, сейчас сидит она опять с одним яйцом в челюстях и чувствую, что все как встарь повторится. В этой связи, ребята, кто живет в Москве, помогите мне поднять этого муравья. Если у вас есть такая колония, прошу, выделите мне пару коконов. Может, хоть это поможет успешному содержанию этих муравьев. Чувствую, без рабочих она сама не справится. Лентяйка она. Не хочет ухаживать совсем за детками. Пишите мне на почту или ВКонтакте. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.